Слава Иисусу Христу! Через полторы недели будет Пасха Христова. Как люди приветствуют друг друга? Какими словами? У меня спрашивают? Конечно, у вас. Я с вами и говорю. А, да? Да. Я думал, что тут второй мир... А нет, никак. Я хочу вам показать, откуда наши знания приветствуют так в этот день. И 40 дней будет приветствоваться. Христос воскресе. А воистину отвечает? Воистину воскресе. Молодец. Абсолютно правильно. Вот то, что Он воскрес. Никакой другой основатель религии нигде не воскрес. Только у нас Христос Спаситель. Он может прощать грехи, потому что наши грехи взял на себя. И мы эту радостную вещь стараемся донести в это место Содома и Гаморры, где на одном блуде тут живут. Это рулетка. Грязь и мразь непрерывная. Блудят. Занимаются анонизмом. Прямо открыто здоровые мужики. Совокупляются. Это скотский ролик. Для всех грешников в одно место собрали, их поменьше в миру будет. Это здорово сделали. А вы зачем здесь сидите? А за тем, что во враче нужду имеют больные, а не здоровые. Я уже нахожусь 77-й день здесь. И сколько людей, которые поняли и ушли отсюда? А я первый день сюда зашел. Да. У нас большой... Кого-кого? А вас точно не готовы здесь было увидеть. Ну а где увидите? Где? Вот смотрите. Мы говорим, такой-то человек, кто-то сделал большой. А что он сделал? Вы назовите человека, который добровольно поехал к прокаженным. И работает там всю жизнь. И наконец сам заражается и умирает. А ему присваивают Нобелевскую премию. Вот найдите такого человека. Про кого я говорю? Кто он такой? Альберт Швейцер. Не знаю, не слышал такого. Ну, теперь вы знаете, зарядите в гугл и найдете. Альберт Швейцер. Лауреат Нобелевской премии. А мать Тереза, слышали? Мы немножко слышали. Ну вот она пошла куда? Она даже в монастыре была по уставу сеять. Она у папы взяла разрешение, поехала в Индию. И говорит, детей никогда лишних не бывает, как звездам на небе. Места хватит. И первая школа была. На стенах писали во дворе. А сегодня у ней тысячи последователей. Самое бедное население наше. Ей папа подарил огромный там лимузин. Она его тут же продала и стратила на питание детям. И где бы какая была нужда. Землетрясение в спитаке было. В России революция. Она везде проехала. И умирает человек. Она хоть за руку возьмет его, чтобы дал Бог достойно умереть с покаянием. Чтоб душа в ад не пошла. Это живые люди при нашей жизни жили. А вы откуда? Город Барнаул. Город Барнаул. Алтайский край. Не откуда, а где? А если откуда, я скажу, ответил. Не откуда. Да я сижу на своем стуле уже несколько лет. С места не схожу. А город Барнаул это? По южнее, немножко Новосибирска. Напротив Новосибирска. Напротив Новосибирска. А Новосибирска знаете хоть? Да, конечно, знаю. С Красноярского края сам. Ну, да как Красноярский край, не знаете Алтайский край. Вы же соседи наши. Черт, мужик. Удивляешься. Как не знаю-то? Знаю, конечно. Но Барнаул это столица Алтайского края. Алтайский край называется Житеса Сибири. Это не Красноярский край. Знаю я Барнаул. Знаю. Два ордена только получили за урожаи разные. Она Житеса Сибири. Миллионы гектар пшеницы, подсолнечные коржи. Вот у меня рядом живет человек. Он такой простой. Начал там с 4 гектара. Сейчас у него 6700 гектаров. Зарабатывает, наверное, много. Ну, зарабатывает, конечно, работает. Так он нормальный работник. У него в несколько раз больше рабочие получают. Если свиней держит, он отходов дает ему там машину другую. Но чтобы работали, никаких пропусков, никакой пьянки там нет. Самые лучшие технологические процессы идут. Он не пашет. А прямо селка идет по стерне. У него не выдувает почву. Евгений Долгов. А вы чем занимаетесь? А я тем занимаюсь, что выразумляю грешников. Ну, это... Как это? А вы в моем возрасте, возьмите, чем занимаются люди? Мне 80 лет. А чем они занимаются? А у меня YouTube, канал. На канале 14800 роликов. Деревню православную строим. Деревню стулья строим. Я подпишусь, говорите. Давайте. Во свете Библии. Так. А если я не верю в Библию? Так, минутку, сейчас, подождите. Алло. Подолк. Слушай. Я тебя с утра искал. Почему ты... Вот эти, которые для слухового аппарата, ты как-то доставь пораньше. Потому что на субботу он уже приезжает с Москвы и прилетает. И уже назначен... Ну, который... А! Понял. Понял. Отошел. Хорошо. Храни, Господь. Важного гостя встречаем из Москвы. А я плохо слышу. Кого? А вы кого знаете-то? Я вам скажу, вы еще знаете? Ну, я Путина вам не назову пока. Ну? Хотя он мог быть рядом. У него подарки есть мои. У него в библиотеке стоят мои книги, которые Господь мне позволил выпустить. 38 томов. Ничего себе. Да. И еще в интернетной версии 7 томов, которые не в бумажном варианте. Каждая книга 750 страниц. А вы зайдите во свете Библии, зайдите во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, да, зашел, подписался. Вот. А вы откройте его. Открыл. Ну и там счет последние ролики какие? Сейчас минуту 34 тысячи подписчиков у вас. А сколько просмотров? Просмотров сколько? Пять просмотров. Нет. Всего просмотров сколько? А, всего просмотров? 101 тысяча. Нет. 101 тысяча. 33 миллиона. 33 миллиона. Да. Ну понятно. Чем я занимаюсь? Я вам отвечаю, чем я занимаюсь-то? У меня сайт есть. Если вы заряете во свете Библии и добавите не Ютуб, а сайт. Сайт. Вы такого сайта больше не найдете в сети. Там 50 книг, где Господь позволил мне насчитать. Бархипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст. Там я отмечаю студентам на вопросы. Рядом в папке 4124 вопроса отмечаю. 55 папок. Сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин сайт. Вот зайдите на него, и вы оттуда не уйдете. Вы там университеты начнете кончать. А если зарядите во свете Библии форум, зайдете на форум. 1600 тем. А если зарядите Мейл.ру... Мейл.ру, знаете, мой первый. Я не верю в Бубль. Вам все равно будет интересно. Верите, не верите. Государственные фильмы у нас поставили. Государственные фильмы. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Документальные. Нас назвали... Да какая знаменитость. Я ассенизатор. Я начальник детского лагеря, 45 лет сам образовал лагерь. Господь позволил. Тысячи детей подняли без помощи государства. Не рубля. И вы там все найдете там. Представьте, сколько там все показано. Как дети воспитываются. Вот наркомана ребенка привезут. Наркоман законченный. Через месяц его никто его знать не может. Я самое лучшее проехал в мир и в мире взял. Вот о нас услышала. Директор Кэстонского института с Лондона. Но она договорилась с Останкинской студией и дали сопровождающей. Она к нам приехала сюда, в Алтай. Увидеть, как это делается. Деревню строим, сами дороги прокладываем, пруды, столбы ставим без помощи государству. Первый день мы храм построили. Я показываю, что не надо роптать, не надо проклинать никого. Работать надо. Мы встаем сюда в 4.40. А когда поехали мы в путешествие, то у нас отбой был в 10, а подъем в 2 часа ночи. И мы доехали до Владивостока, порт Находка. Я дарил во все библиотеки на пути. Везде заезжали. 38 томов. А потом проехали мы до Лиссабона. До Лиссабона. Португалия. Испанию. Да. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. 650 городов посетили. И везде я дарил книги. На 35 миллионов подарили. Это Бог делает. Человеку-то не... К вам вопрос есть такой. Давай. В детстве раньше у меня родители находили в церковь балтистскую. Ну, знаете, я думаю. Да неужели, я не знаю. Еретики. Сектанты. Вот. Вот. То есть вы к ним отрицательно относитесь? Ну, не то, что отрицательно. Но они не церковь. Они хорошие люди, хорошие семьи, хорошие труженики. Но они не церковь. Церковь Христос основал. Не в 17 столетии, а в 1 веке. Ну, просто все это же идет от Америки. Мне кажется, это Америка и зомбирует. Зомбирует? Ну, я вас сейчас зомбирую, или ты уже зазомбировал? Нет. Да в каком плане зомбируете? Ну, в каком? Я вам дал информацию. Ну, знаете, если бы я зашел на ваш канал, подписался, зашел на ваш сайт, начал читать ваши книги? Нет, конечно. Вот, дело в том, что я положил на это 56 лет труда. А вы зашли даром. Я вам отдаю и рад, что вы зашли. Потому что вы человек, за которого Христос умер. Он ждет вашего покаяния. Ему завезли, подарили книги 650 городов. И люди новые пишут, которые, книги попали в руки, они обращаются. Преступники делаются нормальными людьми. Книги имеют особое свойство возрождения душ. Почему? Это практика. Мне Господь позволит... В этих книгах написано, что я... Какой опыт я получу от этого? Какой опыт? Вы... Православная церковь у вас есть там, где бываете? В Красноярске? Да, конечно. Обязательно. Вы в самом... Я даже по воскресеньям хожу. У-у-у, я вам сейчас дам адрес человека, которого вы там найдете. Слушайте внимательно. Запишите. Юрий Соболев. Юрий... А как вы... Вы найдете, сейчас скажу. Юрий Соболев. Он преподаватель... А где он ведет? Он преподаватель государственного университета и в государственной академии. Преподаватель. И одновременно ведет занятия в метрополии. Вы там спросите священникам, скажите, вот где самый центр верующий, где метрополит. Кто там преподает? А вы скажите, Юрий Соболев. Вы скажите, выведите меня на него. Это мой друг. Брат. А где он живет? В каком городе? Красноярске. А, в Красноярске. Ну, ваш город, ваш. Вы его найдете сразу. Потому что, представьте, это в университет или в академию, хоть где. Большие должности у него. Он простой-простой. Я уже могу похвастаться, что вас знают. Ну, как сказать. Андрей Кураев обо мне отозвался. Такого слышали, Андрей Кураев? Дьякон. Его называют протодиакон в Сиаруси. Ну, в Москве профессор. Он приезжал. А как он о вас отозвался? Ну, самым высшим, самый великий проповедник, самый там миссионер. Ну, то есть, я этого не достоин. Он приезжал ко мне сюда, книги взял. Он меня назвал самым выдающимся проповедником, миссионером этого столетия. А я такими считаю себя никак. Я печником работал. Мне не давали прорабом быть. Печник и сторож. У меня три голубятия. А камины вы умеете сложить. Камины. У каминов 6% всего тепла отдаёт. Что бы я его делал? Это баловство. Для красоты, например. Для красоты. Не знаю. Дорогой мой. Тут не красоту надо. А чтоб тепло было ребятишкам и тебе. Я могу любую лежанку сделать. Чтоб ты мог лежать и старые, и кости твои, говорится, высохли. Я вот хочу. У меня в бане стоит железная печка. Вот мне сказали, что железо отдаёт. Это плохо. Надо, говорит, ложить печку в бане из кирпича. Вот сейчас думаем, как лучше сделать печку из кирпича в бане. Ну хорошо. Если железо вредно, а как каменку-то делать, когда она из железа? А туда теперь плещем. Я этих бань сколько построил? Меня власть загнает. Сейчас я покажу что-то. Минутку. Сейчас подождитесь. Хорошо, что-то. Ну-ка давай сюда. Иди. Нас там ждут. Что это такое? Голубь? Голубь. У меня три голубятни на улице, и одна в избе. Вот он какой. Видишь, какой у него чубчик-то. Да. А для чего вы их разводите? Красота. Любовь. Красота. Как они воркуют утром. Мы встаем, а они воркуют тут в комнате. Так, а на улице, на улице голубятни-то. А там, как они летают в воздухе, переворачиваются, а ты смотришь. У нас большая статья в газете вышла. Написано, у злого человека голуби не водятся. Даже я вот пришлось в тюрьмах быть, за слово Божие, отбывать. И там бывает голубятни где-то строятся, и обязательно. Он преступник сидит, но он от других отличается. Он где-то под ракетом ему там сунули, он размахался богатырь. А он добрый, у него семья работает. Ну, по дурости залетел-то. И у него сердце доброе. Голубей держат. То есть, если человек голубей держит, значит, он добрый? Конечно. Это всем известно. Ни одно животное, не... Вот считает... Тут еще считают собаку хорошую, злобную держат. И человек похожий чем-то. А я держал и собак, и голубей. И люди вот так вот мыслями, как так собака? Да не просто, я в головном розыске занимаюсь. Мне интересно все это. Ну, честь для меня очень большая с вами встретиться. Ну, что, если вы будете верующим, вы потом скажете, этот день был для вас самый счастливый в вашей жизни. Что вы нашли... Нет, на самом деле, я верю в Бога, на самом деле. Верю. Вот, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. А вот когда с Юрием Соболем познакомитесь, вы тогда скажете, какие люди в Красноярске живут, а я не знал. Понимаете, он настолько добрый, настолько жертвенный, кому помочь ищет. И представьте, университет академии преподает, какая грамота у него. И он учит людей там при митрополите. А вы прекращайте здесь сидеть, это вас не красит. О, вы не скажите. Я не ожидал. Вот смотрите. Такого человека. Вот я не пришел бы сюда, и мы бы не встретились. Вот тебе и доказательства. Да, может быть. О, и поэтому я вот 77-й день примерно, 77-й день нахожусь здесь. И уже сколько людей пришло. И у меня уже роликов записано здесь вот в этом, сейчас рулетка. Уже 320 роликов записано. Ну, я заметил на Ютуб-канале вот, что-то там промелькнуло. Ну, вы зайдете, когда будете заходить на наш канал, вы сами себя увидите, нашу беседу. Зачем? А как? Обязательно даже? Это интересно. Надо предупреждать. А зачем предупреждать? Я вас не обокрал. Это мое дело. Я могу записывать. Если человек матерится, я его сразу выключаю и выбрасываю. Вы нормальная речь ваша? Верующий человек. Еще же я буду это стоить-то. Я, наоборот, рад, что не зря я сегодня сидел. Вы первый у меня сегодня такой человек. Вы тоже необычный. Я Бога благодарю, что встретился с таким человеком. Вас как звать-то? Никита. Никита, да благословит Господь. А вы знаете, как переводится, Никита? Нет. Это все равно, что Виктор. Одинаково. Только с латини. А это там по-гречески. Победитель. Победитель? Да. Побеждай грех. Побеждай неверие. Служи для Господа. Победитель. Все, все. Буду знать теперь. Да. Как говорится, если прожил ничего не узнав, значит, прожил зря день. Вот, зря я не прожил день. Да. Если ничему не научился, это говорил император Тит, сын Веспасиана. Друзья, я напрасно прожил день, я ничему новому не научился. Это в 70-м году новой эры. Ну вот. И его высказывания до наших дней тоже. Да. Он важен был тем, что он выполнил наказ Божий. Пришел на избранный народ, разрушил Иерусалим, завоевал и в плен отвел. Они согрешали. Он бич Божий был, как для нас мусульмане. Ну, понятно. Ну, ладно. Всего доброго. Рад был познакомлен. Так, хотел сказать, если у вас будет желание встретиться еще в скайп, зарядите Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Хорошо. Только напомните, что мы с вами говорили. Скажи, говорили хорошо. Только там, чтобы никаких аватаров не было. Имя, фамилия и лицо свое. Хорошо. Зайдите в мой мир, зайдите. В мой мир зайдите. У нас там 22 400 фотографий. Так. Так, вот такое дело. Ну, всего хорошего. С Богом. Все. Дай Бог вам здоровья, Игнатий. До свидания. Храни вас Господь, Никита. С Богом, дорогой. С Богом.